Русский человек хочет чувствовать себя таким, чтобы себя уважать. А уважать себя в такую тяжелую годину очень важно. Думает он, в прошлом в чем я поступал неправильно, дурно, криво, слабодушно. В том-то и в том-то. Не быть больше этому. Ходишь, брат, перед смертью, будь светел, будь заботлив к другу, товарищу, будь добр к милой родине своей. Так думал Алексей Толстой в феврале 42-го года, стоя на Куйбышевской улице, в которой когда-то подростком он бегал на уроки и на каток. А теперь по этой улице шли колонны красноармейцев и везли раненых. Ну что мне балалайку покупать? Живы ли они там, в Ленинграде? Посмотреть бы, как Катюш стреляют. Потому что мы русские. В Куйбышев Толстой прилетел из Ташкента, где жил в это время в эвакуации. Добирались сюда с приключениями, неблагоприятные погодные условия заставили пилотов сделать вынужденную посадку в Актюбинске. С трудом вылетев оттуда, самолет все же дотянул до места назначения. Первоначально писатель надеялся, что ему удастся вернуться обратно сразу же по окончании заседания комитета по присуждению сталинских премий. Ну а погода никак не хотела налаживаться и пришлось задержаться в Куйбышеве еще на несколько недель. Жил он в номере в Национале, а обедать ходил в Жигули. Там и кухня получше, и ресторан поприличнее. Правда, случись задержаться еще здесь на неделю-другую, придется не то, чтобы в Жигули ходить, а зубы положить на полку. Ведь надеясь, что поездка будет недолгой, Толстой не рассчитал своих финансовых возможностей и теперь думал, хоть балалайку покупай и ходи с нею по дворам. А по вечерам, уединившись в гостиничном номере, Толстой превращался в отца и деда и писал письма домашним, которых война разбросала по всей стране. Кто-то из них был в Ленинграде, кто-то в Горьком. А вот дочь Марьяна с мужем генералом Шиловским жила в Уфе, куда и писал теперь письмо Алексею Николаевичу Толстой. Уфа. Академия генерального штаба. Генерал-лейтенанту Евгению Александровичу Шиловскому. От Алексея Толстого. Милые Маша, Женя и Машка, Посылаю вам привет и тысячи поцелуев. Сижу вот уже две недели в Самаре в ожидании самолета на Ташкент. Миля в Ташкенте кипит от ярости, как невыключенный электрический чайник. Попал я сюда на заседании Сталинской комиссии по премиям. И вот мы с Михоэлсом решили купить балалайку и ходить по дворам. Закончил пьесу Иван Грозный. Говорят, что это лучшее, что я когда-либо написал. Пьеса о русском человеке. Здесь репетируется седьмая симфония Шостаковича. Такой музыки со времен Бетховена еще не было. Эта симфония стоит десятка выигранных сражений, если не больше. 6 февраля 1942 года газета «Волжская коммуна» писала. На днях во Дворце культуры состоялось собрание работников искусств города Куйбышева и коллектива Государственного ордена Ленина Академического Большого театра. Артисты, музыканты, скульпторы, писатели с большим вниманием прослушали доклад председателя Комитета искусств при Совнаркоме СССР товарища Храпченко на тему «Советское искусство и Отечественная война». На собрании выступили сталинские лауреаты. Писатель Алексей Толстой, артисты Судаков и Михоэлс, кинорежиссер Довженко, скульптор Меркулов, художник Герасимов, артист Куйбышского театра Мени Горького Чалой и некоторые другие. Затем собравшиеся с большим вниманием выслушали доклад секретаря обкома ВКПБ по пропаганде товарища Кочнева. Да, Толстой тоже выступил на этом собрании. Вышел на трибуну с листочками, на которых набросал отдельные строчки. Но мог бы этого не делать, потому что каждое слово, которое он собирался сейчас произнести, сказал про себя уже десятки, сотни раз. В Москве, в Ташкенте, здесь, в Куйбышеве, каждое слово. Потому что это были слова ненависти к врагу и веры в свой народ и в мощь Красной Армии. Народы Западной Европы получили в наследство римскую цивилизацию. А нам досталась дикая степь да бескрайнее поле. Много мог увидеть наш пращур, глядя из-под ладони по солнцу. Ничего, мы с дюжем, сказал он и начал жить. И назвал все, что видел и о чем думал. И воспел свой труд. И мир, на который он набросил сеть волшебных слов, покорился ему, как обузданный конь. И стал для него и для его потомков родиной. Землей отичь и дедичь. Немцы Гитлера с крайним высокомерием начали войну с Красной Армией. Они хорошо знали наши недостатки, но с чисто немецким высокоплюйством не хотели знать и видеть ни одного достоинства, а изо всех главного, решающего, неистребимо национального и рокового для немцев. Того, что мы русские. Мы живем в Ташкенте с Полиной Дмитриевной и Леной в беленьком особнячке. Очень мило. У нас уже скоро весна. Планов у нас много. Весной хотим слетать в Москву, где в Барвихе сидит Паша и сторожит, как цербер, картошку и капусту. У нас ничего не пропало, когда немцы были в восьми верстах от Барвихи. Никиту я видел в конце октября в Горьком. На меня он произвел очень тяжелые впечатления, так же, как и на Шушу позднее в Казани. Шуша чудная, живет в Казани на окраине города, около Нужничка. Но не горюет, что с Митей и Натальей Васильевной, не знаю, живо ли. Я им послал немного денег, но ответа не получил. Хочу послать пищевую посылку, но не знаю, с кем. Живя в Куйбышеве, Толстой еще не знал, что у его младшего сына Мити, который жил в Ленинграде с матерью, в январе 42-го началась дистрофия, и его поместили в больницу, где больные находились под особым врачебным наблюдением. Там ему сделали переливание крови, и 3 марта он эвакуировался из Ленинграда в Куйбышев, где разминулся с отцом всего на пару недель. Не знал он и того, что мать Никиты и Мити, а его бывшая жена Наталья Васильевна, с которой они вместе прожили около 20 лет, проводив сына на поезд, вернулась в опустевшую квартиру, и, почувствовав головокружение и какую-то сладкую истому, легла на кровать. Это было ее роковой ошибкой. Ленинградцы это хорошо знали, так как тот, кто лег на кровать среди белой дня, уже не вставал. Знала это и она. Знала, но ничего не могла с собой поделать. Ее неудержимо потянуло принять горизонтальное положение. Так прошла ночь и половина следующего дня. Разбудил ее только неожиданный и резкий стук в дверь. Кое-как поднявшись, она дошла до двери. На пороге стояла знакомая, чудом раздобывшая баночку томатного сока и грибной отвар. Этот отвар и сок спасли Наталье Васильевне жизнь. Не знал он пока и того, что совсем скоро, в мае 44-го года, еще раз побывает и в Ленинграде, и в его пригородах. Это будет его последняя поездка в город, с которым так много было связано в жизни. Правда, теперь хорошо знакомые ему места были неузнаваемы. В Петергофе на месте знаменитых фонтанов лежали груды щебня и торчали пни спиленных вековых деревьев. В Пушкине, как декорации страшного фильма, возвышались пахнущие гарью стены Екатеринского дворца и сквозь пробитый бомбами потолок на остатки бесценной лепнины, моросил дождь. А из-под Камероновой галереи торчали невзорвавшиеся бомбы с имперским орлом. Страдал и его дом в Пушкине, где Толстой прожил 10 лет. Здесь росли его дети, здесь он был счастлив и писал книги. А теперь дом гремел листами, развороченный взрывом крыши. Но это будет потом, после. А пока Алексей Толстой жил в Куйбышеве, в номере гостиницы «Националь». А по вечерам писал письма родным и близким. Галкин и Лозинский уехали из Ленинграда. Иван Грозный репетируется в Малом театре в Челябинске. И осенью они предполагают играть в Москве. Начинаю работу над третьей частью Петра. Как вы живете, дорогие мои? Напишите нам в Ташкент, Первомайская, 81. Обнимаю вас троих, желаю здоровья, а мужества у вас у самих достаточно. Ваш старый писатель Алексей Толстой. 15 февраля 1942 года. Куйбышев. Не будучи официально военным корреспондентом, Толстой не однажды выезжал на фронт. Летом 42-го под Калугу, а год спустя под Смоленск на Северный Кавказ. На Северном Кавказе однажды с ним произошел довольно-таки забавный эпизод, впрочем, кончившийся для фашистов совсем не комично. Рибов на Северо-Кавказский фронт Толстой посетовал, что ни разу не видел действия гвардейских минометов, знаменитых «Катюш». Тогда командующий одной из армий отправился с Толстым на наблюдательный пункт и «Катюши» сыграли по расположению немецко-фашистских войск. А два дня спустя захваченный язык рассказал, что «Катюши» накрыли генерала, инспектировавшего в это время войска. Погибшего генерала вермахта записали насчет Толстого. Летом 44-го Толстого осмотрел консилиум из крупнейших врачей-специалистов. Поставленный ими диагноз рак легкого операция невозможна, от больного скрыли. Неизвестно, поверил ли он врачебной легенде о воспалении легких, но превозмогая физическое угасание, бросился работать над третьей книгой романа о Петре Первом. Книга прервалась на шестой голове. Это случилось 23 февраля 1945 года, в тот самый час, когда по всей стране, его стране, гремели салюты в честь Красной Армии. Наш народ и весь мир с нетерпеливым ожиданием смотрят на советских писателей. Слово за вами, писатели, поэты и драматурги. Ждут не отображения, а осмысления происшедшего и происходящего, ни намеков, ни черточек, а создания нового Адама, рожденного духом искусства. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова